Табличку на двери заведующего таракальной хирургии Якуба Герихановича Имагожева вскоре придется сменить, говорят с улыбкой и гордостью врачи и коллеги, уже доктора медицинских наук. Эту высокую степень он получил после защиты диссертации в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова в феврале 2021 года. По признанию самого врача, путь этот был труден и долг. В течение 7 лет велась эта работа, набор пациентов, тем более тема докторской диссертации была очень редкая и у категории больных, которые имеют тяжелую форму туберкулеза, двухсторонний распространенный деструктивный туберкулез. Собирались отдаленные результаты, а сбор отдаленных результатов очень трудоемкий вопрос. За свои 41 год Якуб Имагожев достиг больших успехов в медицине. Ведущий практикующий таракальный хирург, человек, который стоял у истоков таракального отделения Республиканского центра в Тизеопольмонологии, а теперь еще и доктор медицинских наук. Хотя, по его признанию, становиться медиком он и не планировал, видел себя в будущем инженером-строителем. Это было желание моих родителей, чтобы я стал доктором. Большей части, конечно, это было желание моей матери, чтобы я стал доктором. А так у меня было желание пойти по стопам своего отца. Отец у меня инженер-строитель, проработал долгое время в ЧССР. В 2006 году Якуб Гериханович поступил в первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова. Успешно окончив его, продолжил учебу в интернатуре, затем в ординатуре и аспирантуре. В 2014-м защитил диссертацию в Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза и стал кандидатом медицинских наук. И он признается, что ни дня не жалел, что выбрал медицину. Медицина даже понравилась, еще будучи на третьем курсе медицинского университета, когда у нас пошли спецпредметы. Заинтересовался и дальше уже с желанием, с увлечением, с интересом изучал эту профессию. Выбор специализации в тезиатрии определился в уле случаях, когда Якуб Имагожев и его нынешний коллега таракальной хирург Ибрагим Моргостов проходили двухнедельный цикл в интернатуре по в тезиатрии в противотуберкулезном диспансере. После, пообщавшись с главным врачом Центра Ибрагима, Якуб поняли, что это то, что необходимо республике. Стало интересно в том плане, что у нас в регионе не было таракальной хирургии вообще. У нас были хирурги, которые оказывали экстренную таракальную помощь, но вот чтобы планово оперировать больных с туберкулезом, с онкологическими заболеваниями, плановых операций у нас выполнял онкологические, по поводу онкологических заболеваний Куштов Ахмед Семич, и все, больше никого не было. Нам на тот момент предложили выбрать эту специальность, пройти ординатуру в Москве, и по возвращению с ординатуры уже помогут открыть отделение. В 2008 году Якуб и Магожев и Ибрагим Мургустов поехали работать в Москву. Новую специализацию осваивали под руководством доктора медицинских наук, профессора из заведующего кафедры фтизиопульмонологии и таракальной хирургии имени Перельмана Дмитрия Борисовича Гиллера. Он и посоветовал молодым докторам поступить в аспирантуру. Получив степень, кандидаты медицинских наук Якуб и Ибрагим приехали в республику. Вскоре при противотуберкулезном диспансере открыли фтизиопульмонологическое отделение. За пять лет центром с их участием было проведено 546 операций, и каждая из которых – это большая работа и ответственность. Насколько сложно, вы знаете, это очень сложно. Во-первых, это сложно морально. Все-таки под твоим ножом лежит живой человек. И ты несешь огромную ответственность за его дальнейшее состояние. Ну, конечно, ко всему человек привыкает. Мы… Поначалу, конечно, нам было очень тяжело, сейчас попроще, но все равно мы с большой осторожностью подходим к каждому пациенту, потому что каждый пациент индивидуален, и нет двух одинаковых людей. Якуб Имагожев отмечает, что врач для него не просто профессия, а нечто большее. И основные качества, которыми должен обладать любой служитель медицины – это отзывчивость, доброта, внимательность и чуткость по отношению к пациентам и коллегам. Именно такие черты присущи и самому Якубу Гирихановичу, отмечают его коллеги. Мы его любим, больные его любят. В операциях, в работе, в экстренных, в любом случае он ведет себя очень издержанно и профессионально. И для нас честь работать с этим человеком, и, надеюсь, будем продолжать дружно работать с ним под его руководством. Тема диссертации на исоискание доктора медицинских наук Якуба Имагожева – резекционы и коллапса хирургической операции в лечении двухстороннего деструктивного туберкулеза с тотальным поражением одного легкого. То есть при удалении одного легкого хирург выполняет оперативное вмешательство на оставшемся легком. Таких операций в нашей республике с 2004 по 2020 годы было проведено 239. И что приятно, люди после таких операций продолжают жить полноценно, занимаются трудовой деятельностью. Кроме того, что Якуб Имагожев занимается хирургией, научной деятельностью, он еще и с 2016 года преподает на медицинском факультете Ингурского государственного университета. Вообще у каждого человека должна быть своя отдушина. Ну, потому что если человек все время работает, и у него нет отдушины, то он сгорает. Я получаю удовлетворение моральное, когда преподаю студентам. Я могу им отдать знания, которые я получил в Москве, в Санкт-Петербурге. Я стараюсь, конечно же, им рассказать все, что знаю я. Конечно, тяжело совмещать и теоретическую часть ведения у студента занятий, да, и практическую свою работу. Но, знаете, как-то получается пока. Пока получается, а пока будет получаться, я буду стараться это делать. Заветная мечта доктора медицинских наук Якуба Имагожева, чтобы больных туберкулезом было меньше. Конечно, сейчас мы далеки от такой ситуации, но пока есть больные, мы можем быть уверены, что их здоровье и жизни в надежных руках. Продолжение следует...